А мы продолжаем эфир Радио Крым Реалии. У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на 105 и 9 FM круглосуточно. А крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Сегодня мы говорим о том, как продолжает развиваться противостояние между Россией и Украиной на северо-востоке от Крыма в Азовском море. В частности, о решении Госдепартамента Соединенных Штатов осудить действия Кремля в регионе. Сможет ли американское давление повлиять на действия России в Азовском море? Почему в Кремле заговорили в ответ об украинских морских пиратах? И что будет делать Киев, если азовские порты Украины будут окончательно заблокированы? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания Итак, на прошлой неделе Соединенные Штаты осудили преследование со стороны России международных транспортных перевозок в Азовском море и Керченском проливе, заявив, что это еще один пример попыток Москвы дестабилизировать Украину. 30 августа Госдепартамент США обвинил Россию в препятствовании в период с апреля сотням коммерческих судов из-за ограничения размеров кораблей, которые могут пройти через Керченский пролив и единственный путь к территориальным вводам Украины в Азовском море из Черного моря. Цитирую. Действия России, препятствующие морскому транзиту, являются еще одним примером ее кампании с целью подорвать и дестабилизировать Украину, а также ее пренебрежение международными нормами, подчеркнуло внешнеполитическое ведомство США. «Мы призываем Россию прекратить преследование международных перевозок в Азовском море и Керченском проливе», сказано в сообщении. Однако в Министерстве иностранных дел Российской Федерации решили не оставлять без ответа заявление Госдепартамента. Там назвали легитимными остановки и досмотр судов, которые идут в украинские порты, а и призвали США не вступаться за бесчинствующих подопечных, цитирую. Российские дипломаты увидели на акватории Азовского моря, где Российская Федерация фактически устроила блокаду портов Украины, украинских пиратов и увязали это с проблемой россиян в американских тюрьмах. Ну вот это, вот если кратко процитировать заявление посольства Российской Федерации в Соединенных Штатах в Фейсбук. Цитирую. «Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных». Я так понимаю, что здесь российская сторона все-таки подразумевает украинскую сторону. «Начать предметный диалог о проблеме российских граждан в американских тюрьмах», пишут сотрудники МИД РФ. В Москве также заметили, что Госдепартамент США озаботился легитимными остановками для поверок судов в Азовском море. И также, цитирую, «здесь замалчивают факты украинского пиратства», уверены дипломаты из Российской Федерации. Примером они назвали задержание украинскими правоохранителями, траулера «Норд» и танкера «Механик Погодин». В МИДе Российской Федерации считают, что все это делается для того, чтобы отвлечь внимание от грубейших нарушений прав человека. Вот такие вот дипломатические, я бы сказал, уколы обменялись Вашингтон и Москва. И у нас на связи Николай Белесков, украинский политолог, аналитик Института мировой политики. Николай, здравствуйте. Добрый ранг. Вот мы только что послушали, чем, скажем так, обмениваются между собой дипломаты России и Соединенных Штатов. Вот по вашему мнению, заявления американцев по Азову хоть какое-то влияние на Россию могут и может иметь? Или это скорее просто попытка сохранить лицо со стороны Вашингтона в этой ситуации? Я думаю, это все-таки другая, потому что, зрозуміло, что однею заявою из муниципалитета Российской Федерации тяжело. И если бы США еще немного ждали, то возникало вопрос, какая позиция США. На этом фоне, зважаючи на то, что все-таки США, как государство номер один, как государство с большим флотом, самая вона ответственна за так называемую свободу миропласта, на основе которой грунтуется світовая торговля. То есть, она обеспечивает один из этих важных факторов. То есть, возникали вопросы до Соединенных Штатов Америки, а где, взагалі, эта страна на фоне того, что другая страна, большая страна, дает на ранние порушения международного права, соответственно, формально его не порушуючи, но створючи проблемы для другой страны, для Украины. И таким образом, фактически своими действиями, де-факто, Россия порушила один из главных фундаментальных принципов свободы миропласта. Поэтому, как бы Соединенных Штатов Америки не ответили, то было бы много до них вопросов. А что до вплива, нет, конечно. Будь-якие заявки, которые не подкреплены каким-то конкретным медием, они могут изменять поведенную Российскую Федерацию. В этом смысле, наоборот, лучше показываю, что была заявка Курта Волкера, для ведения The Guardian, на выходных, где он чисто сказал, что Соединенных Штатов Америки готовы випадковной обходности и идти дальше, не только передавать представительные ракетные конкурсы «Джевелин», но и надавать соответствующее обладание, технику для поселения потенциала Украины в противопитерной обороне и также в плане морской безопасности. Это очень показательная заявка, и в разе позитивного воздушного событий, именно она может изменить ситуацию для нас, для Украины, если Штатов обеспечивается этой заявки духу и буквы. — Николай, а вот, по вашему мнению, со стороны США стоит ожидать только теоретически пока что, но тем не менее предоставление вооружений, которые могут поменять баланс сил в Приазовье, или же можно думать и о санкциях каких-то, связанных с такими действиями Российской Федерации в регионе? — Ну, насколько я понимаю, точно мова йде про постачание отфильного обладания, и, снова же таки, мова йде не лише про озброю, например, если Украина отримает радары для контроля ситуации на Вазовском и Черном море, то мы понимаем банально, что там происходит, потому что сейчас всего нет. Но это уже будет надзвичайно большой позитив, хотя некоторые эксперты, в принципе, говорят про возможность постачания и озброю, в том числе и противокорабельных ракетных комплексов. Параллельно с тем, что Украина развивает власный противокорабельный комплекс, нам не завадило постачание американских противокорабельных ракетных комплексов. Тим паче, они подвейного креста, может, наносят, как удары по мужским цілям, так и по наземным цілям, это было бы непогано. Но дискуссия пока еще млява, на жаль, пока еще млява, я не бачу великой значительно дискуссии. Тобто, тут вопрос к украинских экспертов, к украинских экспертов, к украинским поглядам, где все они, почему они имеют такой сильной дискуссии. В плане відповедных санкций, так, гипотетично можно вести диалог про это, нужно даже в этот диалог ставить вопросы. Тим паче, я здесь бачу цікавую пропозицию, что украина могла бы ставить вопрос о санкции щодо российских портах в Черном, в Азовском море. Но в Азовском море я не знаю, наскільки бы они были сильные. А вот, например, санкции, гипотично, что до Новороссийска, действительно такой асиметричный крок, так, находится в Черном море, но все же, это значительный удар, поскольку через Новороссийск отбывается отбавление, как, например, зерна на экспорт, так и нафты на экспорт. Поэтому, в принципе, был бы богом микрок, но, опять же, не вижу никакой информации, или Украина саме ставит такие вопросы, выходит до Вашингтона саме с такими пропозициями. Но работать нужно параллельно, и на дипломатичном треку, и на посоединение оборонознатности. Но там тоже пока еще много вопросов будет. Насколько реалистично, чтобы Украина смогла потратить такие деньги, это все-таки огромные деньги для украинского бюджета, и насколько это в реальности способно поменять ситуацию? Все-таки Украина имеет также советские комплексы С-300, достаточно, ну, насколько я знаю, серьезные в своих возможностях. Действительно ли Патриот может стать палочкой-выручалочкой на таком фоне? У нас, правда, так, вот питание до спроможности Украины самих, купить такий комплекс, оскільки один подрозділ, відповідно, необхідна кількість пускових установок разом з РЛС, коштувала до 750 млн доларів, ну, це більше, чем річний бюджет всіх Збройних сил України на переозброєнні. Тобто, тут питання щодо посилення загальних спроможностей, так, гипотетично, вони б значно посилили, якщо б щонайменше ми отримали до трьох таких підрозділів, відповідно, з необхідною кількістю пускових установок, і РЛС відповідними ракетами, до речі, зенітними ракетами, тому що там є різні типи, але як би це справило відповідний вплив саме цю ситуацію в Кельщинській протоці, в Азовському морі, в меншій мірі і в Чорному морі, я думаю, вона мала б менший вплив, відповідно, скільки мова, в якій чергу, йде про необхідність відтримання протикорабельних комплексів, ракетних, які, до речі, коштують менше, відповідно, мова йде не про 700 млн, 750 млн доларів, але ще там, можливо, 100-200 млн доларів, тобто, менша цифра, відповідно, вони б мали більший вплив, відповідно, скільки, на жаль, зараз Україна не має потенціалу в випадку необхідності діяти на всіх рівнях ескалації, тобто, від протидії морському операцію до можливих повномасштабних воєнних дій є, відповідно, і це, звичайно, обмеже потенціал України діяти симметрично, відповідно, що до Російської Федерації так само, як вона діє, ну і плюс позначається така гібридність дій Російської Федерації, що не діють на грані, тому, ні, і це непідйомно, ми швидше за все брали кредит відповідній системі П-період, тобто, розраховувалися пізніше, платячи певну лише частинку зараз, і їхній вплив загадний, ні, я сумніваюся, що вони мали значний вплив, в першу чергу вплив на ситуацію на морі, звичайно, мали відповідні. Це таке рибельні ракетні комплекси. Ніколай, я попрошу оставатися на зв'язі, колеги кажуть, що у нас є звонок слушателя, я предлагаю висловити мнение или вопрос, і вернемся к розговору. Здравствуйте, ви в ефірі, представьтесь, пожалуйста, скажіть, откуда ви, і ми слушаємо вас. Здравствуйте, мене Владимир зовсім. Здесь вот вопрос такой по остановкам кораблей в Азовському морі. Даже українські юристы говорят, що Росія не на йоту закон не нарушає. А ви могли б сказати, які именно юристы? Владимир, які именно юристы, просто щоб ми знаєте. Потому що у нас в ефірі були юристы, які заявляли прямо противоположное. Нет, в частности, тот же Землянский, например, говорил, он експерт по енергетике, в частности, затрагивал, да, там, Волошин, украинский також. А, то есть спикер МИДа времен Януковича, вы хотите сказати. І він юрист, кстати, тоже. Ну, какая разница? Он пресс-секретарем Министерства іностранних дел. У мене, в принципі, ось таке предложення к российській властьі є. Після выборов, які пройдуть на Україні, ні в коем случае не признавати нову власть і прирівняти Україну к Сомали. А, погодіть, а якщо победить, например, Медведчук, то ж не признавати? Це кум Путина? Нет, ні в коем, ні в коем случае. Медведчука тоже не признавати? Медведчук такой же, Медведчук такой же, как сказать, про Майдан, он только прикидывается і все. Хорошо, я думаю, господину Медведчу буде интересно это узнать. Владимир, спасибо вам огромнейшее, на самом деле, за этот звонок. Это будет, я бы сказал, украшение нашего сегодняшнего ефира. Но с нами на связи Николай Белесков, украинский политолог, аналитик Конституции мировой политики. Николай, вот мы говорили о реакции Соединённых Штатов. Вы отметили, что еще бы немного, и, в принципе, возник бы вопрос, вообще какая позиция Соединённых Штатов по этому вопросу. У меня в связи с этим такой к вам вопрос. Почему так долго Вашингтон, ну, скажем так, не спешил дать какую-то свою официальную оценку происходящего? Ну, на самом деле, тут декілька, может быть, версий. Банальная версия может быть связана с тем, что, не заживаясь, что Качинский протосик почала погрешиваться для Украины в квитня, и, соответственно, с значной мировой, насколько я понимаю, с значной информационной работы в этом плане не было себя, соответственно, мы не были на БАД, мы не заявляли, не говорили. Я думаю, что значная мировая ответственность сам на нас, в этом смысле, на Украину, а не на Соединенные Штаты Америки. Хотя, снова таки, для них тоже много вопросов, оскільки, несмотря на то, что Украина заявляет или не заявляет, они должны были бы монетировать эту ситуацию, есть дипломаты. То есть, тут открытое вопрос, что их там долгостримало, поскольку, снова таки, это государство номер один, они соответствуют за свободу мореплаза, это такое загальное святовое благо, common goods, как его называют, без которого не существует, соответственно, святовой торговли, вольной торговли и благополучия. Поэтому тут открытое вопрос, на самом деле, мне очень важно сказать. То есть, тут вопрос в конце концов для Соединенных Штатов Америки, хотя я подозрю, что в целом сенсии Украина вы на значную мировую, сколько увагу, на самом деле, не определяли. Почали говорить лишь активно в конце весны, на начале лета. Первые американские эксперты взглянули взагалі увагу лишь в липні 1840, что те же очень-очень показали. Николай, ну, а как бы вы охарактеризовали действия Украины в этой ситуации? Вот кроме того, что они били в набат, многие говорят о том, что вот Украина должна была бы жёстче реагировать, ну, не на дипломатическом, а вплоть до военной компоненты вот такой реакции. Вообще, насколько Украина способна вернуть контроль над Керченским проливом в этой ситуации? Ну, многих, мне кажется, экспертов могут быть вполне себе легитимные сомнения на этот счёт. Ну, знову ж таки, как я уже говорил, на жаль, Украина не має никакого симметричного потенциала на вміну з Росією проводити ескалацію на всіх рівнях. Тобто, вона не готова, наприклад, до повномасштабних військових дій на море. Так, ми, наприклад, готові відбити атаку з моря, самостійну атаку з моря, ми готові. Ми тренуємося, відповідно, ті же самі навчання Шторм-2018 показали, що потенциал є. Але справа в тому, що відповідний потенциал для фактично пиратських дій Росії дає фізичний контроль над сушою, а не над морем, в першу чергу, із війни створення Керченського мосту, який обмежив Тонаш. Тому, насправді, в цьому сенсі, в Україні, поки що фізично робити, вона може мало, що відповідно, і потенциал цей обмежений буде дуже довго, скажем так. А те, що Україна робила чи ні, Україна, в першу чергу, займалася посиленням обороноздатності на суші і повітрі. Тобто, це логічне рішення було останні 4,5 роки, це був пріоритет. Тобто, що, на жаль, до ВМС руки поки що не дійшли від спину. Тому ні, я б не сказав би, що ми не робили, ми займалися. Але, знову ж таки, проблема основна в тому, що поки Росія контролює два учаски суші, фактично, значною мірою ми Азовське море втратили ще в 2014 році, коли був окупований Крим. Інша справа, що Росія вирішила лише зараз використовувати потенціал для залякування, потенціал для створення проблем, для торгівлі, відповідно. Але, значеною мірою, ми в Азовському морі і торгівлі через Кенщинську протоку втратили ще тоді, відповідно. Тому я не бачу, ну, тобто, скажімо, проблема вже тоді вона почала назірвати, інша справа, що вона активізувалась зараз. І, знову ж таки, поки Росія контролює Крим, поки Росія має місто, Україна мало що може зробити. І, знову ж таки, основна проблема в тому, що Росія класично діє на грані. Відповідно, так, вона, скажімо, порушує міжнародне правило, але це зовсім не те порушення, наприклад, як відкрита морська блокада. Вла б, де Україна могла б чесно заявити на весь світ, сказати, вибачте, Росія робить такі дії, які приймаються до війни, вона нагло порушує міжнародне право, а тут вони просто затримують кораблі, там, на декілька діб, відповідно, обшукують їх і потім пропускають. Ну, претензії є, зрозуміло, але це не таке, скажімо, тяжке порушення фундаментальних норм міжнародного права важливих. Тому це складні можливість ефективної відповіді і залучення, в тому числі, наших міжнародних партнерів, відповідно. Ну, що ж, Николай, я благодарю вас за ваші відповіди. С нами на зв'язі був Николай Белесков, український політолог і аналитик Інститута мирової політики. К нашому розговору присоединяється Александр Гольц, российський воєнний обозреватель. Александр Матвеєвич, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю, що присоеднілись к нашому розговору. У мене вот такой к вам вопрос. Николай Белесков, только що українська сторона в нашому розговорі, він утверждає, що, по большому счету, претензії к українській стороні, о тому, що она недостаточно активно защищає Азовське море, во многом не сильно, ну, скажімо так, імеє основання по той простій причині, що в нынешній соотношенній сил Україна явно не може контролювати Азов. І вже після 2014 року, фактично, РФ імела потенціал для того, щоб останавливати українські корабли, досматривати їх, і, в принципі, просто тільки зараз почала використовувати це для давлення на Україну. Вот по вашому менію, це оцінка справедлива? Действіна ли настільки РФ сильніє України в цьому регіоні? Особенно на морі. Ну, я не можу сказати, що российський черноморський флот є головною воєнною силою в Черному і Азовських морях, але якщо сравнівати потенціал РФ і України, то понятно, що Россія во багато-много раз превосходит Україну здесь. Ну, навіть говорити не о чому. І тем удивітельніє було мені, коли Україна пошла же на обострення в цьому регіоні, захватив крымське роболовецьке судно. Ну, і затем послідовало вот це обострення, коли стали задержувати українські суда, які впрочем відпускають, як я розумію. Александр Матвеевич, я предлагаю буквально через секунду додвинуться к розговору, просто у нас є звінок от слушателя, давайте выслушуємо мнение или вопрос, і вернемся к нашій беседі. Здравствуйте, ви в ефірі, представьтесь, пожалуйста, скажіть, откуда ви, і ми вас слушаємо внимателно. Моє почтення, господа. Здравствуйте. Я із Крима. Первым я вам просьба. Ви постоянно говорите, що Росія блокирує ваше порти, азовські. Але вона вийде не був, тільки задерживала суда. Тому, якщо ви не розумієте значення російських слов, перейдіть на український. Це перше. А второй теперь вопрос. Почему? Ви столько ввремя стонете, що вам... На слові «стонете» ми закінчили. Ну, Александр Радович, на самом деле, інтересний аспект. Мол, об этом говорил даже український експерт. О том, що Росія на самом деле нет классической блокады, є задержання судов, які потім відпускаються. Але, з іншої сторони, для бізнеса, ви сами понимаєте, що якщо ви направляєте корабль в такий регіон, його постоянно будуть задерживати. І кожен раз под вопросом, відпустять ли його, чи ні. Це, як мінімум, приводить к росту логистичних средств. Тобто, ви винижені платити більше екіпажу, даже просто за то, що він просто в морі знаходиться дільше. А на параллельно, скорее всего, люди будуть просити більше денег чисто за риск оказаться в российской тюрьме в какой-то момент под тем или иным предлогом. Все-таки, це тоже действенний способ. Да, це не прямая блокада, але це всерьез усложняє роботу бізнесу, всерьез усложняє роботу економіки цього регіона. Да, я согласен совершенно, но послухайте, в ситуации, когда, повторю, украинські власти задерживають корабли, я уж как-то боюсь говорить там российские, но которые явно имеют отношение к России и не возвращают, правда? Которые затеваются многолетние, расследования, которые грозит стать многолетним. В этой ситуации, увы и ах, стороны перешли к нецивилизованному разрешению своих конфликтов. Когда действуют правила око за око. Вот остается выяснить, в интересах кого такое развитие событий. Александр Ротвеич, ну вот со стороны Соединенных Штатов, это в принципе стало поводом для нашего сегодняшнего эфира, прозвучало слово осуждение, то есть они в Госдепе прямо обвинили Россию в том, что действия России препятствуют морскому транзиту и являются одним примером ее кампании с целью подорвать и дестабилизировать Украину. В МИДе России также, само собой, не оставили эту ремарку без ответа, назвали досмотры легитимными и призвали Соединенные Штаты не вступаться за бесчинствующих подопечных. Вот по вашему мнению, насколько такие заявления Соединенных Штатов способны оказать влияние на действия Российской Федерации в Азове? Ну, влияние, конечно, оказать могут, но не очень большое. Увы и ах, отношения России и США находятся сейчас на уровне гораздо ниже нуля. И среди, понимаете, опять-таки, чтобы дипломатические заявления, другие формы цивилизованного, цивилизованных взаимоотношений действовали, нужно некое взаимное доверие. В отношениях между Соединенными Штатами и Россией оно отсутствует, стороны перешли к разговору о санкциях, к разговору на уровне санкций и контрсанкций. Ну, в этом случае вопрос судоходства в Азовском море является 125-м. Александр Вратвеич, коллеги говорят, что у нас есть еще один звонок слушателя, я предлагаю выслушать его вопрос и мы вернемся к разговору. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы? Здравствуйте, я из Крыма, Алексей, хотел спросить, а вот какое отношение американцы имеют к Азовскому морю, если я не вообще понимаю, что они сверхдержава понятна первая в мире, но не могу понять, какое отношение к Азовскому морю, мы должны решать, вот Россия и Украина проблемы общие, если задержают, значит проблемы есть, а вот два корабля, когда вы отпустите, вот в чем вопрос, вот два корабля, которые вы захватили. Я вам, я не захватывал корабли, честно вам скажу, я, поэтому мне сложно ответить на вторую часть вопроса, но я думаю, что первую часть вопроса я все-таки адресовал бы Александру Матвеевичу, он сейчас на связи, Александр Гольц, российский военный обозреватель. Александр, вот насколько слушатель из Крыма возмущается вмешательством Соединенных Штатов, по вашему мнению, стоит ли здесь возмущаться? Это не вмешательство, это выражение мнения государственного департамента внешнеполитического ведомства США на те или иные события. Поверьте, российский МИД периодически выражает свое мнение по поводу событий в Сирии, Африке, Европе и где угодно. Это вот такая форма зафиксировать государственную позицию, позицию твоего государства по поводу того или тех или иных международных событий. Это, конечно, не является вмешательством в дела тех или иных государств. Что ж, Александр Матвеевич, благодарю за ответы. Напомню, на связи с нами был Александр Гольц, российский военнообозреватель. У нас осталось буквально пара минут и к нашему разговору присоединяется Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте. Да, здравствуйте. Буквально минута. И у меня к вам вот такой вот вопрос. Скажите, в Украине вообще в этой ситуации стоит ли и дальше рассчитывать на маршруты через Азов или лучше уже сейчас переориентировать свои логистические маршруты в Приазовье на Черноморские порты? Ну, я думаю, что этот вариант не следует исключать, поскольку Российская Федерация продолжает практически блокировать Изовское море для того, чтобы вызвать очередной экономический кризис в Донецкой области, потому что через Мариуполь проходит экспорт очень много экспорта в первую очередь металлургических предприятий. Поэтому следует, конечно, исходить из этого, но без привлечения в том числе дополнительных влиятельных государств как Соединенные Штаты Америки, я думаю, что этот вопрос мы не сможем разрешить, поскольку государство оккупан действует по-оккупански, ничего тут удивительного нет, и поэтому следует привлекать другие государства, в том числе и судебные тяжести, в том числе скорее всего военное присутствие, постоянное военное присутствие американского флота уже в акватории Черного моря для обеспечения безопасности уже черноморских наших путей, поскольку Россия понимает такую силу, тут по-другому не получится. Что ж, Тарас, я искренне благодарю за ваш ответ, напомню, на связи с нами был Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы, в эфире было радио Крым Реалии, Александр Голубов, мы говорили о кризисе в Азовском море, о реакции Соединенных Штатов на этот кризис, о контрреакции МИД Российской Федерации, услышимся уже в ближайшее время. Редактор субтитров А.Семкин